На канал Ализабет поступил такой вопрос, хочу быть святым, это нормально? Начнем с того, что это не только нормально, это еще и заповедь Божия. Будьте святы, как свят я, Господь Саваоф, скажет на Библии. Так Господь говорит нам в Слово Священного Писания. Но что ж такое святость, надо понять. Ведь святость это далеко не идеальное состояние человека во время его земной жизни. Потому что невозможно быть идеальным во всем. Святость это прежде всего вектор, это направление. Святость христиан это желание святости, это стремление к святости, это жизнь по законам святости. Да, у нас не получается что-то, мы падаем. Но мы поправляемся, мыкаемся и снова идем этой дорогой. И снова хотим быть святыми. Но что же это за дорога такая, что же это за путь такой, что нужно делать? Кто-то говорит, ну я вот готов жизнью пожертвовать за Христа. Спросит, что такого. А ты не хочешь пойти на раннюю службу, поранее встать немножечко? Ну на раннюю как-то сложновато, давайте лучше на позднюю. Ну а ты не хочешь встать чуть пораньше и почитать утренние молитвы до конца, от начала до конца? Ну нет, у меня там не хватает времени, я встаю, поздно ложусь и так далее. Ну а ты не хочешь там как-то попаститься построже, ну в конце концов, ну ешь не три раза в день, а два раза в день. Или там не пять раз в день, а хотя бы три раза в день. Не как ты привык, а пореже. Можешь это сделать? Ну я пробовал, но как-то трудновато, все время курс, хочется и так далее. То есть я хочу сказать, что святость начинается с малого. И путь святости это путь малых дел. Подумаю, что мы можем сделать такое, малое, что доступно нам, чем можем Богу угодить. Почитать чуть больше молитв, возможно это, ну почему, возможно конечно. Никакой тут особенно техники или какого-то опыта не надо. Просто почитай, потрудись. А почитать молитв внимательнее, чем обычно, ну возможно это, ну почему нет. Это каждому возможно. Ну просто не торопись, куда торопиться. Ведь нет такой цели, прочитать молитвы именно за 10 минут или за 20 минут. А главное помолиться, главное с Богом поговорить. И как мы разговариваем друг с другом, мы же не торопимся, если мы хотим нормально пообщаться. Мы сидим спокойно, говорим от сердца, от сердца. Пусть наша молитва будет сердечной тоже, как можно сердечнее. Это тоже, ну в какой-то степени возможно. В какой-то степени. Это тоже доступно каждому человеку. Ну что еще можно? Ну почаще исповедоваться, причащаться. Ну в принципе тоже возможно. Всегда можно найти время подготовиться к причастию. Как бы не были бы заняты, как бы не уставали. Ну потому что ведь что впереди? Встреча со Христом? Ведь это должно воодушевлять нас. Ведь что может выше этого, чем встреча с Богом? А тут не просто внешняя встреча. Сам Господь приходит к нам, и наше тело соединяется с Его телом. И происходит как будто переливание крови. Его кровь соединяется с нашей кровью. Ведь это теснейшее соединение со Христом. Без которого нет одухотворения, спасения. Это тоже путь святости. То есть путь святости это путь малых дел. Все великое, все главное сделал Господь. Он пострадал за нас на Христе. Он принес себя в жертву за каждого из нас. Он принял голговскую жертву. Для того, чтобы мы спаслись. Для того, чтобы мы были прощены. Чтобы мы были искуплены. Пролитием Его крови. Страданиями Его на кресте. Поэтому пойдем путем малых дел. Будем иметь такую цель. Выполнить ту заповедь Божию. Которая говорит о том, что каждый христианин должен стремиться к святости. И это очень важно в духовной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok